Добрый день всем любителям дартс! Добро пожаловать в город Пермь! На карте дартс России это один из тех немногих городов где площадь чемпионов россии на квадратный метр просто таки зашкаливает слишком богатый опыт у игроков у тренеров за все предыдущие годы накоплен этими ребятами и вот один из представителей как раз таки пермских спортсменов сегодня будут вновь пытаться доказать что он самый лучший самый меткий и самый хладнокровный именно он по прозвищу колючий Кирилл Фадеев на ваших экранах в белой футболке ну а противостоять ему будет и разубеждать в этом мнении кто из них действительно круче будет тоже представитель сильно уральской школы из столицы урала города екатеринбург ренат ахматьянов на ваших экранах он синий футболки вернее в поло только что эти уважаемые джентльмены разыграли начало поединка кирилл фадеев был чуть более точен и судья матча Дмитрий Ситкарев между прочим на второй строчке он всероссийского рейтинга нынче котируется дал команду начать матч game on если бы мы с вами смотрели эту игру на английском языке довольно таки непростой путь проделали оба спортсмена прежде чем добраться до финала стоит упомянуть о том что из борьбы вы были такие спортсмены как как я уже сказал дмитрий ситкарев александр башарин александр михайлов даже дмитрий горбунов у нас тоже участник чемпионата мира ушел позывается не сонно хлебавшие из города фильм не попал нынче даже в медали так что эти господа действительно достойны того чтобы стать номером один по итогам этого турнира но все-таки чемпион как ни крути будет один хотя желающих очень много в данном случае 2 318 на 342 после третьего подхода к рубежу пока что не радует публику да и себя тоже отличной игрой кирилл зато ренат резко ускоряется уже второй набор 100 плюс и у него хорошее преимущество для того чтобы сделать брейк уже на старте этого матча очень все хорошо складывается в этом году просто ударными темпами ренат ворвался в элиту российского дартс но и совершенно не удивительно что именно его фамилию вы встретите на первой строчке российского рейтинга если все-таки решитесь на него взглянуть на сайте федерации дартс россии падеев чуть было первую соточку не накинул в матче но всего лишь 95 пытается пытается найти в финале свою игру нащупать такое ощущение что действительно на ощупь это пока что играет кирилл 97 от ахматьянова и выходит первым на маленькое закрытие ренат пытался смотри как фадиев 142 через 50 51 вернее два раза по 51 и 40 закрывать но буквально миллиметры там его отделяли от желанной цели тем не менее давлением на своего соперника окажет для ахматьянова два дротика на то чтобы закрыть удвоение 16 и этого более чем достаточно для номера один российского рейтинга уже отбивает кулачок и чё по новой фадеев будет начинать у нас судья матч это следит за матчем действительно следит только что поправил игрока видимо настолько сильно желанию кирилла продолжить игру вернее продолжить этот лайк что даже не заметил порядок очереди между прочим нередки ситуации когда игроки в микстах и в командах участвуя на крупных турнирах путают действительно порядок очереди были даже некоторые разбирательства правильно ли начинает игрок играть или нет за свою команду но наказанием является предупреждение то и поражение в лэге если все-таки игроки неправильно продолжают свою очередность в поединке но в данном случае все обошлось только что у нас ринат ахматянов второй раз по 140 накидывает но фадеев его далеко все-таки не отпускает наблюдаем мы с вами небольшое количество зрителей которые присутствуют на этом финале причем здесь есть как и болельщики одного таки болельщики другого уютно расположились между больших колонн дома культуры имени кирова которая располагается в районе закамска в городе перми 140 от фадеева просто великолепно сейчас играет колючий может быть именно сейчас тот самый момент когда киев все-таки нащупал свою игру как он знает и как умеет играть уже не раз публиковал я ролики с его участием на моем канале достаточно вспомнить один из финалов в городе челябинск где он сопротивлялся с действительно первым номером российского дарс невзирая на всякие рейтинги с борисом кольцовым кто не смотрел смело переходите по ссылке в описании уверен вы не пожалеете от просмотра такой качественной игры тем временем фадеев набирает 62 и оставляет себе 33 неожиданно то ли судья что-то напутал то ли что не совсем я что-то понимаю по-моему действительно дмитрий ситкарев у нас совершает какую-то ошибку как интересно складывается поединок уж не приведет ли судейская ошибка к чему-то непоправимому ренат даже не хочет смотреть на мишень как выполняет броски кирилл фадеев бережет свою психику и нервы такое ощущение сразу же в дабл 1 нужен дабл 2 предыдущий лайк он уже закрывал двумя бросками в дабл на этот раз чего-то не хватает ахматянову и за дело берется фадеев ну представитель пермского датса явно подрастерял свои навыки видимо на пути к финалу соперники были не из легких ну а в финале еще как говорится жестче из огня до в полымя тем временем ахматяна выходит на удвоение двух еще один шанс для фадеева все-таки вернуться в эту игру и обменяться брейками по новой смотри как интересная манера у рената не смотреть как бросает соперник бережет берет свою психику опаньки и радуется кирилл фадеев что не попадает удвоение семерки показалось такое ощущение возможно из-за того что был закрыт обзор белым хвостовиком и вновь смотрите как близко кладет кирилл все три вольфрамовых снаряда на заднем плане у нас уже игроки буквально валятся с ног от того как складывается ход поединка и в ренатах матетов закрываются таки первым дротиком удвоение двух гораздо проще это оказался этот double для него чем предыдущие три двадцатка десятка и пятерка фадеев вы посмотрите на максимум идет кирилл и попадает вот это было сейчас действительно жестко прям на старте третьего лего садил все три красную область двадцатки чем ответит игрок из екатеринбурга всего лишь 59 существенное отставание сложно будет что-то предпринять если без утроение будет играть и дальше ренат но кириллу достаточно просто мне кажется поддерживать темп и тогда все будет в полном порядке пускается в девятнадцатых матьяна в 58 там тоже не находит что хотел бы найти я думаю все мы с вами дорогие друзья знаем что именно утроение еще 13 что наверху что внизу мишени вот кирилл то утроение нашел но явно не то которое желал трение семерки другой стороны тоже 21 не самый плохой результат даже если вы будете кидать 20 сектор и вот 140 от ахматьянова как же вовремя буквально в считанные секунды сократил он отставание от своего соперника такое ощущение что кирилл явно расстроен своей игрой да и как быть тут довольным когда счет уже 0 2 по лэгом а матч у нас будет лица всего до 4 побед согласно положению во всероссийском турнире видимо я об этом еще забыл упомянуть дорогие друзья что впереди уже второй год подряд проводится всероссийский турнир имени памяти мастеров спорта здесь как я уже говорил самом начале большое очень количество и было и есть 96 у фадеева 144 матьянову придется еще вернуться к мишени симфония даст такой шанс через утроение выходит на 18 кирилл первый смотрите хороший маркер буквально по нему бросать но не слишком грубо сейчас конечно запускает третий дротик фадеев аренат успевает в это время дротики подкидывать на счастье видимо через булл вынужден сейчас сыграть ахматянов 64 в остатке запоминаем комбинацию дорогие друзья кто первый раз смотрит видео дарт и почти почти но вот и все таки грубовато если бы ближе к центру опустился дротик тогда можно сказать сказать очень хорошо сыграл далековато даже по меркам булла отправил третий дротик рината вот кирилл такирилл смотрите снова буквально о проволоку дзынькнул эти дротик какая-то невезуха просто катастрофическая двоение восьми ахматянов ой тоже грубо очень играет ринат не получается в третьем лэге начинает буксовать оба игрока уже переваливают к двадцать седьмому дротику сейчас оба снайпера время позднее между прочим дорогие друзья турнир начался у нас в 10 часов утра ну а на местных часах перми около восьми часов весьма затяжным вывелся все это мероприятие и кирилл фонеев точно не доволен то ли тем что турнир затянулся то ли тем что игра совсем не годится начинает его подбатривать другие игроки все нормально осталось потерпеть подождать даст еще ринат наверное один шанс дает смотрите тоже в проволоку вонзается дротик но не с той стороны к сожалению и для фадеева наверно уже последний шанс когда если не сейчас по статистике уже должен закрывать кирилл хотя бы одним из дротиков то насколько же точен кирилл бросать рядом с удвоениями просто какое-то катастрофическое невезение фантастика я даже глазам свои не верю как столько подходов и буквально в притирку вонзать удвоением вот как надо в притирку с внутренней стороны очередной раз нам показывает не только на мной своему сопернику екатеринбургский снайпер и 3-0 в пользу ахматянова и теперь каждый лайк может стать последним дорогие друзья анкл сэн твердит уже это который раз в каждом из своих роликов потому что мы действительно возможно выходим на финишную прямую учитывая насколько не везет сегодня при бросках в дабл для пернского снайпера или фадеев оставляет себе ровно три четверки кто знает нумерологию приносит это число счастье или нет делитесь своим опытом в комментариях тем временем ахматянов 96 пытается максимально ускориться от своего преследователя раз утроение нужно еще находит его фадеев как вовремя действительно три четверки приносит ему удачу теперь нужно выходить на три двойки уж по такому случаю чтобы дальше уже 180 но и 140 тоже не будут вернее будут весьма кстати не будут лишними вновь атака через двадцатый решает играть колючий вот это таки грубейший просто пробах одним из дротиков не похоже что кирилл волнуется но тем не менее внешне никаких признаков пока что не подает однако результат как мы видим на табле ли на табло раз утроение 2 возвращает должок ахматянов фадееву 140 обменяясь такими колкими ударами оба этих джентльмена 108 для ахматянова что придумает ренат очень много разновидностей как можно играть через 18 через 20 через 18 было бы красивее конечно решает играть вообще через 19 сектор 76 32 видимо ренат опаньки 95 13 в остатке сейчас главное не перемудрить будет перебирать или нет или все-таки будет выходить на дабл конечно же нужно на табло выходить тут и считать нечего все четко посчитал ренат и вышел ровно на 8 160 против 8 без утроение сейчас не обойтись и может даже мимо сектора фадеев лишь девятнадцатом секторе находит он то что искал всего лишь один раз слишком далеко отставание и может быть баранку сейчас получит фадеев если ахматянов справится финальным даблом сколько раз по ходу этого сезона у ренаты были такие затыки когда уже казалось бы бери матч победу вернее в матче вот он желанный даблы несколько раз упускал ренат но даст ли ему шанс сейчас фадеев или нет должен вновь возвращаться в 19 сектор кирилл утроение нет лишь тройка всего лишь нам демонстрирует экран монитора 8 очков набор на финишной прямой похоже это фиаско все что мне остается сказать вновь уже который раз выходит на дабл двойки ахматянов но не справляется и оставляет себе сталинград ну что ж уже такое ощущение что затеплилась надежда у кирилла фадеева но не часто встретишь то именно в таком состоянии фадеева потому что уже подошел к рубежу и тут же от него отошел все-таки видимо в душе явно не спокойно у пермского снайпера вновь в тройку попадает кирилл просто лютейший бардак устраивает он на мишени 38 оставалось-то 78 в остатке если я правильно посчитал действительно вот так вот решил он двумя даблами если сейчас попадает в удвоение 20 это будет начало крутейшего камбэка как мне кажется и вновь не смотрит ахматянов на то что происходит у мишени и видимо не зря желает ему удачи но сейчас пора уже дальше будет невозможно уже видимо продолжить тот настрой ахматянов первые мимо второй маркер устраивает забора ренат исправляется только с третьей попытки действительно вполне логичная заслуженная победа но несмотря на то что счет 40 что тот что другой игрок судя по среднему набор на три дротика явно не могут занести эту игру в свой актив просто отыграли лишь бы отыграть время уже позднее поздравляют рената с заслуженной победой все зрители а также и участники этого турнира но у нас начинается небольшая церемония награждения организаторы тут же поздравляют награждают как участников парновых поединков так и участников в личном разряде кстати ренат ахматянов сегодня у нас золотой дубль совершил в парах вместе с напарником александром михайловым из города заречный что тоже в сердловской области выиграли они золото всероссийского турнира ну и как мы видим в личке тоже блистательно сыграл ренат с чем мы его и поздравляем двойное золото у представителя екатеринбурга что в очередной раз доказывает что то что эта фамилия на первой строчке российского рейтинга на сайте федерации дарст россии это отнюдь не случайные события на сегодня все друзья адьос амигос